Илон Маск захотел полететь на Марс. А Гринвилл решили покорить интернет своим мега-розыгрышем автомобиля Тесла и 2021 подарка. Среди которых айфоны, электросамокаты, игровые наушники, умные колонки и куча всего другого. Для участия нужно просто подписаться на наш ютуб канал и написать любой комментарий. А для тех, кто захочет прям точно урвать себе подарок, у нас на канале регулярно выходят дополнительные задания. Выполняя которые, ты увеличиваешь свои шансы аж в 5 раз. Что это значит? Мы создали таблицу участников и в ней ты можешь оказаться не один раз, а 5 и больше. Тем самым ты увеличиваешь свои шансы и скорее всего получишь либо саму тачку, либо один из 2021 подарков. Быстрее подписывайся на канал Гринвилл Электротранспорта и забирай Теслу, электросамокат или айфон себе. Пока никто другой не успел их себе забрать. Действуй. Не знаешь, когда мы деда увидим? Блять, я, ну откуда же я могу знать, ребята? Но если он сможет, он сегодня подрубит, я думаю. Просто я, блять, гайз, я вчера охуел. Я вчера охуел и я думаю, вы можете понять, какое у него сейчас состояние моральное. Поэтому давайте мы не будем его ебать, давайте мы спокойно к нему отнесемся и, блять, если он сможет, он, я уверен, подрубит прям 100%. Поэтому не надо, блять, это самое, деда мучить. Я думаю, что если он захочет, он подрубит. Вот, и я надеюсь, что он подрубит, когда он захочет, именно вот не раньше, блять. Ну вот, ну а в идеале, конечно, чтобы это было сегодня. Мне кажется, ему восстановиться надо, а не стримить час. Знаешь, это просто так работает, я тебе объясню. Для стримера, вот мне, например, у меня когда были какие-то тяжелые моменты в жизни, а они бывали, особенно я много ныл, например, вот раньше, до того, как я активно стримил на Твича, я подрубал где-то раз в месяц, и мой стрим был, я просто подрубал, и жаловался на жизнь, реально. И мне это, ну кроме шуток, помогало. Я, правда, не знаю, как меня зрители, блять, терпели, потому что я бы, честно говоря, от такого долбоеба бы отписался 100%, блять. Потому что сидеть с Мари Челла, который все время жалуется на жизнь, это нахуй надо. Ну вот, так что да, для стримера иногда даже подрубить легче. Это помогает. Он, кстати, сидел у гайки на стриме, так я тоже сидел. Я тоже сидел, да. Честно говоря, у меня тоже настроение, блять, знаешь, мне кажется, что... У меня есть такая штука, мне почему-то кажется, что я энергетический вампир. Мне кажется, что я энергетический вампир, и я прям... Не то, что вампир, а мне кажется, что у меня есть какая-то моральная связь с двумя людьми, которые... Я сейчас вам объясню фишку. Короче, я очень часто замечал, что мое настроение и мой вообще, как бы, настроение по жизни, оно связано с другими людьми очень сильно. И, например, вот, когда Хесусу было хуёво, мне было хуёво пиздец. И когда у Хесуса, там, допустим, какие-то там плохие настрои, мне тоже хуёво. И то же самое у меня, кстати, с Жижей. Потому что это называется эмпатия. Не знаю, вот Жижа, например, он сидел такой бодрый-бодрый боевой, и я чувствовал себя охуенно, а потом он тут какое-то время сидел в тильте, и мне тоже было тильтово. Ну, короче, сложно. Не знаю, как это объяснить. А с мамой? Не знаю. У меня, у мамы всегда всё охуенно, как правило. Ты мне рассказал в итоге, за что Хес тебе предъявлял. А, у меня Хес что-то там рассказывал про то, что... Мы иногда с ним смотрели одни и те же видосы, и в итоге он нас тремя подрубает видос, и у него кто-то в чате начинает... Мы тебя уже смотрели, у Антоши! И он говорит, блядь, сука, ты заебал со мной одни и те же видосы смотреть? Поэтому я стараюсь немножко другие видосики какие-то выбирать, блядь, чтобы это не пересекалось.